ЗЕНИТ КАЗАНЬ Минувший сезон для олимпийского чемпиона Лондона можно назвать новой главой в карьере волейболиста. Как мы помним, после олимпийской виктории Саша пропустил целый сезон. А чтобы понять, через что прошел Александр, вам стоит освежить в памяти сюжет «Год без волейбола. История Александра Волкова», где Саша вспомнил все те чувства и эмоции, которые ему пришлось пережить. Ну а минувший сезон, в котором Волков сыграл в 35 матчах, начался для него встречами на предварительном этапе Кубка России, где, по словам Александра, он мог показать лишь 50% своих возможностей. Зато эмоционально Саша выходил на площадку с огромным желанием. И по ходу сезона именно капитан не раз заводил своих партнеров на площадке. Домашнюю встречу Лиги чемпионов против новосибирского локомотива можно назвать полноценным возвращением после травмы. Вообще не планировался на эту игру. Случилась травма с Абросимовым, да, Александром у него заклинило спину. И я, ну, пошел в заявку, как всегда, под обезболивающим, под всем. Пришлось выходить, пришлось играть. Я рад был. Я получил полное удовольствие при своей публике, да, в своем зале наконец-то поиграть. Ну, я счастлив был. Далее Саша набирает 10 очков в домашнем поединке против Факела, играя против своего близкого друга и экс-игрока «Зенита» Валерио Вермильо. Великолепен был Волков и в матчах против итальянских команд в той же Лиге чемпионов, набрав по 10 очков в домашних поединках против Мочерата и Пьяченца. Не забывал Александр и о болельщиках. Регулярно появляясь в роликах на Зет ТВ. Саша задорно поздравил всех девушек с Международным женским днем. Специально для вас научился готовить настоящие роллы. И даже принял участие в зажигательной миниатюре шоу «Уральские пельмени». В хорошей форме, а главное с огромным желанием побеждать, Александр подошел к финалу шести чемпионата России. В матче группового этапа против Локомотива Капитан набирает лучшие для себя в сезоне 13 очков. К сожалению, на этом сезон для Александра был завершен. Повреждение не позволило седьмому номеру казанцев сыграть в самых важных матчах финала шести. Но зенитовцы справились, несмотря на травмы лидеров команды. А для Капитана Казанцев это уже четвертый титул чемпиона России. В сане тяжелая, не совсем простая ситуация. И, в общем-то, то колено, которое было приоперировано после Олимпиады, оно практически все там развалилось. Произошла серьезная чистка колена, какие-то удаления еще. Большой стоит вопрос о его продолжении карьеры. Только время, Всевышний, наверное, могут ответить на этот вопрос. Вместе с болельщиками зенит Казань мы желаем Александру Волкову скорейшего выздоровления. Да, для профессиональных спортсменов травмы это, пожалуй, самое тяжелое и непростое испытание. Но мы-то знаем, какой сильный и мужественный человек Александр Волков. Ждем тебя на площадке, капитан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!